Мы являемся свидетелями достижений человечества в области возобновляемой энергетики и передовых технологий, предназначенных для развития зелёной экономики. Экспо. День 76-й. Строительство больших гидростанций, освоение энергии солнца и ветра – эти задачи лежат в основе развития зелёной экономики Кыргызстана. Страна, 90% территорий которой занимают горы, намерена использовать энергию горных рек. В небольшом государстве насчитывается 400 рек, каналов и водохранилищ. Они и станут основными источниками энергии. В Кыргызстане в настоящее время работают 13 малых ГЭС, в планах довести их количество до сотни. Основную долю энергии вырабатывает Токтагульская станция, одна из самых крупных в Центральной Азии. А ветер, средняя скорость которого в Кыргызстане достигает 12 метров в секунду, идеально подходит для развития ветроэнергетики. Есть очень интересный проект по ветросолнечной установке, который является мобильной, перевозится с места на место и как раз-таки очень эффективно в плане мобильности. Есть также ряд других изобретений в малой гидроэнергетике, которые позволят определенным населенным пунктам, отдаленным, быть независимо автономным в получении электроэнергии. Посетители павильона страны также могут ближе ознакомиться с культурой и традициями народа. Кошма, украшенная орнаментами и символом солнцеподобного человека, завораживает взгляд. Гости с удовольствием пробуют сыграть на кумузе, национальном музыкальном инструменте киргизов, очень похожем на думбру. И, конечно, нельзя обойтись без информации о гордости Кыргызстана в снежном барсе. В стране ведется активная работа по сохранению популяции редких животных. Осознавая общность истории венгерского и казахского народа, путешественники из Венгрии приехали в Астану на Экспо. Гости признаются, что давно интересовались Казахстаном, и их интерес посетить страну также подкрепил казахстанский павильон на выставке в Милане. Приятно видеть красивые войлочные сумки на плечах туристов. Они сами создали эти изделия с орнаментами, похожими на казахские. В Казахстан мы приехали, чтобы ознакомиться с традициями вашего народа, с которыми мы имеем большое родство. Мы очень чтим традицию валяния войлока. Мы открыли школу, в которой обучаем этому искусству своих юных учеников. Наши изделия и традиционные жилища, юрты из войлока схожи с казахской культурой. Обучаться и передавать свои знания по рукоделию семья Ветра Михайли продолжает уже 30 лет. Мастера также занимаются продажей собственной коллекции одежды, головных уборов, ковров, аксессуаров, а также игрушек из войлока. Несмотря на большие старшие приобретенные навыки, они продолжают оттачивать свое мастерство. Исследовать традиционные способы валяния войлока семья Ветра Михайли отправляется в страны Центральной Азии. В Казахстане они впервые и хотят обмениваться опытом с местными ремесленниками. Своё восьмидневное пребывание в стране они проведут в Астане и Алматы. Если музыкальные произведения создаются из семи нот, то энергичные звуки Астанинского экспо объединяют мелодии 115 стран. Каждая композиция отличается и представляет самые лучшие самородки культуры. В эти дни Чехию представляет ансамбль народных инструментов и танцев. Здесь вы услышите звучание дуды, которое является разновидностью волынки. Интересно, что такой инструмент в Чехии изготавливают под определенного музыканта, а играть на нем нигде не обучают. Также зрители могут увидеть музыканта, виртуозно играющего на цимбалах. Это инструмент, распространенный в Восточной Европе. Ящик из дерева, на котором много натянутых струн, издает красивые звуки. Мы с муравийского региона Чехии. Наша музыка отличается от других областей нашей страны. Глядя на национальную одежду, мы также различаем, кто с какого региона. Мы очень много выступаем на мероприятиях, ездим за рубеж. После Астаны мы едем на большую выставку производителей у себя на родине. Нам нравятся мероприятия экспо. Мы выступали в Милане и уже точно знаем, что будем на выставке в Дубае в 2020 году. КОНЕЦ КОНЕЦ